Всем рыбакам привет! В описании к видео я добавил ссылки на рыбацкие товары. А теперь начинаем. Сегодня хочу рассказать о том, как собрать правильную коробку для ловли щуки джигом с лодки. С чего начинается правильная коробка щучьих силиконовых приманок, собственно, начинается с самой коробки, основное условие которой было это наличие восьми свободных отсеков для того, чтобы уложить туда наши приманки по типажам, по цветовой гамме, иметь еще отсек небольшой, чтобы укладывать туда наши грузила. Когда я подбирал эту коробку приманок для своего коллеги, я ему дал такую немножко вводную информацию, от чего нам стоит отталкиваться и чтобы он понимал, что именно и почему здесь лежит. Три ячейки нашей коробки мы посвящаем виброхвостам. Это такая приманка, очень визуально имитирующая кормовой объект, то бишь малька рыбы. Почему мы считаем ее базовой? Поскольку у этой приманки является очень привлекательная игра, это достаточно, либо амплитудное колебание хвостом, если это объемная приманка с большим хвостом, либо это мелкочастотная игра, если это более прогонистая приманка и плюс ее визуальная ассоциация с кормовым объектом. Вторым базовым типом приманок в нашей коробке являются твистера. Это приманка, которая в реалии является имитацией какого-то конкретного живого объекта, но она создает достаточно привлекательную для хищника игру во время проводки хвост выпрямляется и колебания его на проводке очень классно провоцирует щуку на поклевку. Две ячейки для двух основных цветов темного и кислотного. Третьим классом приманок, который является вспомогательным, будут имитации раков и различные, как я называю, кракозябры, это такая приманка, за счет своего плоского тела имеет возможность чуть дольше зависать на паузах, это порой оказывает очень классное влияние на поклевки, то есть щука любит достаточно медленную плавную подачу приманки, а такие вот как раз плоские элементы и само плоское тело приманки дают возможность ей дольше порусить, дольше зависать в воде. Еще одним вспомогательным классом приманок, который часто бывает необходимо во время ловли пассивной щуки, являются пассивные приманки такой яркий представитель китоксикси импатств. Эта приманка анимируется только за счет работы удилища или катушкой собственных активных играющих элементов, она не имеет. Но она довольно жива на минимальных, скажем так, движениях руки дает отзыв, ее плоский хвостик сразу начинает колебаться. Что касается цветовой гаммы наших приманок, я считаю, что нужно обязательно иметь три базовых цвета в нашей самой основной категории, это виброхвосты. Первый цвет это натуральные приманки, эти приманки внешним видом своим максимально визуально имитируют ту добычу, которую щука привыкла кушать на обед, завтрак и ужин. Кислотные приманки, это приманки класса провокатор, очень хорошо срабатывает в мутной воде, в темное время суток и очень неплохо не срабатывают в случаях, когда есть поклевка и она не реализована. Смена цвета на кислотный провоцирующий очень часто заставляет рыбу добирать нашу приманку и третьим цветом, который очень хорошо себя показывает в холодное время года и не только в холодное время года, часто еще и в водоемах с прозрачной водой, это темные цвета, сюда попадает темно-фиолетовый, ультрафиолет и различные варианты темных расцветок типа машинное масло и прочее. При формировании коробки также важно учитывать размер приманки. Почему это важно? Весной, когда щука идет на нерест ее брюха полностью забитой икрой и часто даже очень большие особи щуки предпочитают кушать маленькие приманки, трехдюймовая приманка может легко спровоцировать и пять килограммовую щуку вообще без проблем. В летний период, когда начинается опять навигация после весеннего запрета, малек этого года уже немножко подрос и хищник начинает кушать приманки чуть покрупнее, четырехдюймовая приманка уже. Будет достаточно привлекательно для ловли летней щуки и частично для ловли щуки в начале осени. Когда у нас уже на дворе октябрь месяц, ноябрь, похолодание, трава опала, кувшинка опала, мелочь рыбы стала уже не мелочью, она уже доросла до существенного размера, это уже как правило пяти дюймов не меньше, это осенняя ловля, это ловля крупной рыбы, а порой необязательная и крупная рыба, даже щука меньше килограмма легко атакует и съедает эту приманку, потому что считается, что с похолоданием воды метаболизм у рыбы чуть замедляется и она предпочитает тратить меньше сил для того, чтобы гоняться за какой-то мелочью, она лучше раз съест достойный, скажем так, кусок мяса, чем будет десять разгоняться за какой-то мелочью. В некоторых ситуациях бывает актуальным применение очень больших приманок, например, такой киток-матуек в размере семи дюймов, на моей прошлой рыбалке принес мне четыре поклевки хороших крупных щук, при том, что рыба в этот день была очень неактивна, поэтому эксперимент – это всегда путь к достижению отличного результата. Часто рыба бывает не очень активна и в эти периоды я предпочитаю использовать, как правило, самые топовые варианты силиконовых приманок, что и порекомендовал своему коллеге, это что-то наподобие киток изишайнер и который очень мягкий с привлекающими рыбу аттрактантами, солью и прочими компонентами, которые привлекают рыбу, кроме всего прочего его мягкость. Его правильная геометрия позволяет этой приманке работать и раскрывать все нюансы своей игры уже на самых минимальных скоростях проводки. На самых малых весах это такая приманка, которая не даст рыбе вообще шанса практически. В случае, когда рыба активно её много, и она активно атакует и разрывает ваши приманки, я рекомендую иметь бюджетные решения, например, такие как Select Fetish, эта приманка достаточно с активной живой игрой, но при этом с меньшей ценой. В случае, когда у вас много поклёвок и много силикона страдает от зубов щуки, лучше иметь ещё и бюджетный вариант для того, чтобы было не так все больно по бюджету. Очень важно иметь разные типы оснащения своих приманок для разных условий ловли. Предположим, мы поехали ловить рыбу в корчах, в траве, в местах с обилием зацепом, нам для этого нужно использовать оснащение на овсетном крючке. Овсетный крючок помогает максимально скрыть жало приманки, при необходимости вообще даже спрятав его внутри приманки, и тогда проходимость его по подводным препятствиям будет близка к 100%. Но опять, таки у такого монтажа в случае ловли по чистым местам может быть чуть меньше реализации по поклевкам, в случае, если нам нужно иметь максимальную. Реализацию по поклевкам мы оснащаем эту же самую приманку на двойнике. Два крючка вдвое больше шансов для того, чтобы рыба оказалась именно на крючках. Крючки открыты, плюс этот момент даёт нам чуть другую игру приманки, потому что овсет, расположенный снизу, он является таким своеобразным килем, и он больше стабилизирует приманку, а она имеет меньше покачивания, меньше роллинга. В случае, например, другого крючкового оснащения, может немножко меняться баланс приманки, и игра её тоже частично может меняться. Поэтому та же самая приманка на разном типе оснащения может давать разную игру, и компромиссный средний вариант по оснащению — это оснащение на фиксированной джиг-головки, это достаточно неплохо проходимый вариант при малом количестве зацепов, то есть при ловле в вертикально стоящей траве, при одиночных небольших палочках, веточках, но не глухом коряжнике, и при этом один открытый большой крючок позволяет быть уверенным, что большинство поклёвок нашей рыбы мы реализуем. Очень важно помнить об удобстве и полезности шарнирных монтажей. В чём их удобство? Первое. Такие шарнирные монтажи позволяют нам с помощью одной приманки ловить в местах с разной глубиной, с разной силой течения и так далее. Это решается всё очень просто. Берётся различные по виду и по весу грузила, например, 17 грамм-20 грамм. Сколько нужно в данных условиях? Этот шарнир разбирается, оснащается приманка буквально за 10 секунд, и вы уже готовы для ловли в другом месте, с другой глубиной, в других условиях, и плюс это помогает существенно сэкономить местов. В вашей коробке у вас не должно быть оснащено сразу 25 приманок на все случаи жизни, есть одна оснащённая и 25 различных грузов. Но шарнирный монтаж далеко не универсален, есть некоторые типы приманок, которые лучше будут работать на глухих оснастках, таких как штопорный монтаж с тройником в спине, либо монтаж на джиг, головки. Такой тип оснащения в первую очередь хорошо себя покажет на объёмных виброхвостах. Когда, ребята, вы будете собирать свою коробку, не обязательно на 100% копировать то, что я вам сейчас показал. Достаточно будет запомнить, что есть алгоритм. Базовая приманка виброхвост в максимальной представленности как в размерах, так и в цветах. Вторая базовая приманка твистер. Достаточно двух базовых категорий по цвету кислоты и тёмного, и вы, можно сказать, закрылись по всем вопросам. Ракообразные в двух базовых цветах и пару моделей пассивных приманок. Все вы, считай, уже готовы, если в ваших. Условиях водоёмы более мелкие, щука более мелкая. Вы можете просто на одну ступень меньше сформироваться по размерам, то есть не 5 дюймов, а, например, 2 дюйма и опять-таки часть из этих приманок вы с лёгкостью сможете потом использовать и в береговой ловле щуки. Я уверен, что сбор правильной коробки с приманками и эксперименты с её использованием на рыбалке позволят увеличить ваши уловы в следующем году на 27%, поэтому палец вверх и бегом на рыбалку. Спасибо за просмотр. Обязательно ставь дизлайк и лайк. В описании ссылки на все рыбацкие вещи по низким ценам.